Работа нового пищеблока и открытие спального корпуса психоневрологического интерната в Алатарском районе под угрозой срыва. Подвел застройщик. Ситуацию на месте выясняли представители Министерства труда Республики и наша съемочная группа. В Атратском психоневрологическом интернате живут 400 пациентов. Среди них есть и такие, которые не могут передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Из-за нехватки мест питаются пациенты в три смены. Новый пищеблок, который должны были открыть здесь в конце ноября, позволил бы решить эту проблему. Но подрядчик, организация «Союзстройинвест» не справился с поставленной задачей. Ждут здесь и появление нового спального корпуса на 158 мест. В настоящее время есть инвалиды с ментальным нарушением, которые ждут своего места в этом интернате. И введение ввода его в эксплуатацию значительно улучшит именно качество жизни этих людей. И он очень нам нужен, этот корпус. К концу июня этого года были завершены только фундаментные работы. Все предложения и рекомендации ускорить ход стройки, работать в две смены, использовать специализированную технику и привлечь субподрядные организации, застройщикам были проигнорированы. Мы неоднократно встречались с подрядной организацией, проводились совещания очень часто. Выезжали на объект с Министерства труда и социальной защиты представители. Проводились протокольные совещания. Неоднократно проводились совещания с министром Министерства труда и социальной защиты. Также подключился кабинет министра в лице Ивана Моторина. Представитель кабинета Резяпов обещал только и не выполнял свои обещания. После того, как стройку взяло под контроль правительство Чувашии, темпы ускорились. 4 июля текущего года уже был заключен государственный договор с субподрядной организацией ООО «Строитель плюс» в лице директора Владимира Фарбера, который в настоящее время осуществляет строительные работы на площадке. И необходимо отметить, что он взял на себя обязательства по окончанию строительства данного объекта. А «Союз «Строинвест»» в лице руководителя Эдуарда Резяпова ждет штрафных санкций за срыв обязательств. И, как заверила Алина Кузнецова, по предварительному подсчету они составят более 4 миллионов рублей. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика.